Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня мой очередной день кондитера. Вот я себе сделала кофе. Хочу его показать вам вот так вот. Не только тортики, но и что проходят. Купила я вот такой кофе, который можно заваривать. Он молотый, но заваривается в чашке, так как очень мелкий. Очень, кстати, хорошо пахнет и очень вкусный. И не нужно варить, потому что очень хорошо. Скипел мой чайник. Вот. Кстати, вы видели мой чайник? Мне так он нравится, особенно вечером. Сейчас вот не очень видно, да? Но видно все равно, да? Он светится. Так, у меня пока бананы, но вообще я собиралась варить себе кашу. Овсяную. Но это вот мой завтрак. Кстати, я уже. И сейчас выну и покажу вам коробочку. Вот я приготовила сейчас. Я буду делать торт. Значит, я проснулась. Зашла в группу. Если есть заказы, уже вот их оформила. Записала, что мне нужно делать. Вот уже все списочки составлены. Я сделала уже коробку капов. Стала, потому что сейчас просто придет уже клиент. Это чистое полотенце приготовила. И вот себе сделала кофе. Вот еще не убрала, простите. Это вот как раз я капы сделала. Сейчас выпью кофе, все намою и начну делать торт. Торт. Торт будет с пряником. Необычный такой пряник заказали для мужчины. Глобус. Увидите. И сейчас я вам покажу очень красивые капкейки. Получилось дизайн простой. Вот такой прям вот вау. Вот посмотрите. Такая коробочка на 9 с окошечком. Открываем и смотрите. Супер. Две малинки, печенюшка и зеленушка. Это розмарин. Вот. Самой очень понравился. Уже нафотографировала, в инстаграм выложила. Я сфотографировала. Вот у меня кто-то, по-моему, пару раз я говорила о том, что я фотографирую. Фотографирую я на свой телефон. Вот мой телефон. Honor 6X. С двумя камерами. Очень хороший телефон. И я отослала фотографии. Вот фотографии. Она мне уже ответила. Вот. Вот. Мне девочки тут спрашивали, а обязательно ли это делать? Ну, это уж, конечно, ваше дело, девчонки. Я не могу так решать за вас. Я делаю это всегда. Чтобы клиент... Ну, во-первых, смотрите. Здесь я уже отредактировала фотографию. Фотография, как с обложки журнала выглядит. Все. Хоть на обложку журнала. Пожалуйста. То есть у клиента уже... Вот что она мне написала? Она мне ответила. Вот. Красота. Спасибо огромное. А, еще записки надо было. Боже мой. Я какие-то записки забыла. Надо написать никаких записок. У меня не будет. Так, все записала. Видите, бывают какие-то накладочки. Что-то я, видимо, не дочитала. И хотелось какую-то записку еще ей. Ладно. Сейчас я дочитаю. Вот. Поэтому я всегда, девчонки, видите, даже вот пример сразу попался. Почему? Всегда и делаю. Значит, кто-то у меня тут просится в друзья. Ну, вот так вот. Кофе пью. Отвечаю. Записываю. Вот тут у меня лежит все. Все записываю. Вот. И буду пить кофе. А потом будем с вами делать торт. Для мужчин на 60 лет. С ягодами. С глобусом. Ну, вот. Сижу пью кофе. С записками решился. Она сказала, что скажет на словах. Капкейки ей супер, как понравились. Вот. Смотрю в окно. Сейчас вам вид покажу, какой у меня шикарный вид. Если, конечно, это получится только. А, нет, видно. Вот. Храм православный. Честь умиления. Икона. Серафим Дивейской. Вот. Сейчас окошки закрыты. А так летом буду еще колокольный слон слушать. Вот такой небольшой наборчик на день рождения для девочки. Такой веселенький. Цвета были заказаны. Розовый, желтый и сиреневый. Вот он. Все тут присутствует. Сиреневый в виде сирени сделан. Цветочков. Ягодка малинка. Тут вафельки торчат у меня такие веселые. И посудка золотая. Так, чтобы весело было. И так видно, что светится. А в свете еще лучше делается. День рождения дома только проводят. Поэтому вот у них такой небольшой наборчик для своей семьи. Там двое детишек и двое взрослых. Вот. Вроде получилось даже очень ничего. Все просто. Два цвета в шапочке. Цветочками украшена. Ягодка. Вафельки. И посыпка. Все. Кстати, если нет посыпки, можно ее не использовать. Но я рекомендую. Очень по-другому сразу весело смотрится. Особенно, когда это детская или, например, свадебная такая тематика. Очень даже хорошо. Для свадебных я серебряную в основном посыпку. А вот когда просто так заказывают, особенно детская, что-то хочется такое сделать более такое интересное, то золотой пользуюсь. Еще сразу покажу коробочку. Вот сейчас я такими коробками стала пользоваться. Сначала у меня были закрытые коробки. Но вот на 8 марта я заказала сразу много коробок с окошечками. Это, кстати, очень удобно. Вы уже закрыли. Сейчас можно ленточкой перевязать. И клиент видит, что капы все целые. Очень красиво. Я довольна. Они, конечно, немножко подороже, эти коробки. Но, в принципе, я все равно себе стоимость очень хорошо даже убираюсь. Как вы думаете, какая здесь начинка? Думаю, угадайте на 100%. Вишневый шик. Я хочу вам... Вот я его только вытащила из холодильника. Даже еще на поставку не поставила. Хочу показать вам прием, которому я научилась у очень хорошего кондитера, известного. Это Анна Ульянова. У нее есть сайт. Можете зайти посмотреть. Преподает она в Москве. Помните, я вам часто показывала вот такую ацетатную пленку. Но, кстати, не везде она есть. И потом ее постоянно надо мыть или новую покупать периодически. Вот Аня нам показала такой прием. Как видите, вот она собрала торт. Потом закрыла его пергаментом и одела уже кольцо. И уже его закрепила так же и выровняла. И еще, вот видно, да, положили тоже можно или пергамент, а лучше пленочку. И крышечку от той формы, которая у меня 18-сантиметровой была формы. Крышечку. И еще у меня гнет стоял сверху. Ну, такой небольшой гнет. У меня пачка была масла из-под кокосового масла. Вот она вот такая вот. Как раз сверху немножечко прижимала. И так у вас получается идеальный ровный торт. Вот вам, пожалуйста, мастер-класс от Анны Ульяновой. Вот, я надеюсь, Анне не обидится, потому что тут ничего такого нет. Я не рассказываю никаких тонкостей, которые она преподает по самим бисквитам. Вот. А так вот вообще, девчонки, смотрите. Это у нас всегда есть. Мне прям очень понравилось. Я сейчас это просто уберу и выкину, и все. Это остается чистое. Тоже хорошо. Хочу еще и показать. Смотрите. И практически ничего на бумаге не остается. Вот. И все. Вот это выкидываем. И у нас готов наш тортик для того, чтобы мы уже на чистовой его выравнивали. Вот. Такой ровненький, аккуратненький тортик. Мне вот очень понравилось. Так что берите на вооружение, девчонки. 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 Продолжение следует... 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 Кстати, вот безешками люди стараются немножко удешевить торт, потому что безе входит в стоимость торта, и они ничего не весят, но сможется такие тортики, мне вот они очень нравятся. Во-первых, они выше смотрятся, торт небольшой на 2 килограмма, а смотрятся очень высоко за счет вот этих палочек. Можно бусинки приляпать, вот у меня, видите, тут серебряные бусинки. Тут они немножечко так, чтобы, вот видно, да, чтобы немножко так разнообразить. Вот, все, пока-пока, до новых видео, надеюсь, вам что-то было полезно. Еще раз хочу обратиться на ту фишечку, как делать ровный тортик, который я научилась делать у Анны Ульяновой, и вот поделилась с вами. Все, теперь пока-пока, ваша Ирина Воскресецкая, и до новых видео, девочки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok